Спасибо Господу за возможность, которая у меня сегодня есть. Вы так много сегодня слышали учений, проповедей, наставлений. Я не буду сегодня ни учить, ни проповедовать. Я сегодня засвидетельствую. Я засвидетельствую о том, что Бог делает сегодня в моей жизни, поблагодарить Печу Господа. И своим свидетельством, я думаю, для вас будет, моим свидетельством будет вам благословение. Мы все в своей жизни проходим какие-то периоды, которые нашу жизнь разделяют до и после. И вот в зависимости от таких периодов наша жизнь становится лучше. Ну, желательно, конечно, чтобы она лучше становилась. Вот так вот было в моей жизни, например, до покаяния и после покаяния. Такой период был. То есть был период в моей жизни, когда я был неверующий, потом я стал верующим, мне стало, вау, как мне хорошо стало жить. Не буду говорить, как было плохо до этого, в прошлый раз, может быть, когда я сидел, есть диски, можете послушать, как было плохо. Ой-ой-ой. Потом в следующий период я женился. Ого-го-го. Это еще лучше стало. Это новый период в моей жизни. Потом у меня родился ребенок. Это еще новый период в моей жизни. Вот так вот наша жизнь, она разбита на определенные периоды, до и после, до рождения ребенка. И вот сейчас у меня родился четвертый ребенок. Его назвали Денис. Это такое благословение. Это ангел, который пришел в наш дом, прилетел. И мы теперь еще, наша жизнь стала лучше, краше, вообще мы счастливые. И вот был еще один такой период в моей жизни. Это произошло где-то лет 5-6, точно не скажу, назад. Меня пригласили на одну конференцию. Парень, который пошел в реабилитацию в нашем центре, он вернулся в свой город, в Тернополь, и начал там тоже в своей церкви, в центре реабилитации. И мы с этой церкви очень много лет уже дружим. И вот они пригласили меня на конференцию миссионерскую. И прекрасное служение, прославление, слово. И в конце этого служения, когда все уже подходило к концу, служение заканчивалось хлебопреломлением. И пастор раздал, разлил, переломил хлеб, совершил молитву. И братья-помощники, они по церкви разнесли тело и кровь. Разнесли эти дары. И после этого пастор спрашивает, так в зал, говорит, всем послужили? И встал один мужчина, говорит, мне не послужили. Ну, как-то его там вроде прошли мимо. То служители раз, быстро подошли с тарелочкой, дали ему. Пастор снова спросил, всем послужили? Сестра там в конце, в самом-самом конце залила. Мне не послужили? Раз, служители подошли, ей тоже дали, послужили. И так несколько раз он спрашивал, всем ли послужили? И потом такой голос из зала раздается, нам не послужили. И он так смотрит. Вы знаете, это не было как спектакль, это было все очень серьезно. Потому что хлебопреломление – это вещь серьезная. И он спрашивает, а кто вы, кому не послужили? А женщина говорит, а мы рушане. Говорит, а кто такие, кто такие рушане? Да, мы народ, мы такой народ, рушане, нас зовут рушане. Нас осталось всего лишь 12 тысяч на земле. И нам, начиная от Иисуса Христа, еще никто никогда не служил. То есть нам еще никто никогда за Иисуса не рассказывал. Он говорит, а все ли еще, а кто еще есть? Он говорит, поднимает еще там женщина национальное одежество. А мы дунгане. А нас осталось всего 7 тысяч на земле людей. Вообще вот просто нашей нации осталось 7 тысяч. И начиная со времен апостолов, нам никто никогда не служил. То есть еще не было такого, чтобы кто-то к нам приехал, рассказал, что есть Бог под названием Иисус. Вот просто никто никогда не служил. Вы знаете, я тогда стоял, и это был новый период моей жизни. У нас, говорят, укрыло. Меня просто так укрыло. Я вспомнил историю со своей дочкой. Это тоже непридуманная история. Это история настоящая. Когда только начиналась наша церковь, моей Насте было всего лишь 3 года, Оле было полтора года. И мы посещали домашние группы вместе с супругой, ездили по домашним группам, как проходят домашние группы, помогали молодым лидерам проводить домашнее служение. И вот на одну из домашних групп она проходила за городом, то есть окраина города. Мы со своей дочкой, самую маленькую, полтора годика оставили с тещей. А Настенька, трехлетняя дочка, поехала с нами. И в этом доме, в котором мы проходили служение, тоже были дети. И в то время, когда мы молили, считали Библию, дети с нашей Настенькой играли на улице. Ну и время уже подходило к концу. Мы закончили наше собрание, мы вышли на улицу, где наша Настя, а нашей Насти нет. И вот, друзья, у кого есть дети, тот меня поймет. Неверующие, не родители, им трудно это понять. Представляете, вот ребенок у тебя был, а это село, это село, то есть, кто знает, украинское село, где колодцы открытые, где вот так вот ты выходишь на дорогу, и сразу лес, и там и дикие собаки, и что хочешь бегают. И этого ребенка нет. Мы к этим деткам, где Настя? Они говорят, ну вот она играла с нами, и вот как-то раз и ушла. И я, и Оксана, мы просто, для нас это шок. Мы начали бегать по этому селу. У меня сразу самые, какие могут быть, самые ужасные мысли в голове. И колодец тот, и детей воруют, и все. Мы, ну чтобы долго не затягивать, действительно, очень не могу все это рассказать. Весь шок, который я пережил, мне дали велосипед, а я в костюме, как пах, сейчас даже в костюме, надо солидно все выглядеть было. Я этот костюм, закатал эти штаны себе, на этом велосипеде, через все это село. Я бегал вдоль и поперек, спрашиваю, не видели вы девочку такую, такую, такую. И вот, когда уже как бы такое состояние безысходности, мы смотрим, женщина ведет нашу Настю за руку. Это тоже свидетель, это просто чудо Божье. В этом селе был парень, молодой человек, ему там вроде бы 12 минут в это время было бы, сейчас он, ну, ходит в нашу церковь, помощник молодежного лидера. Его мама, она видела на фотографиях нашу, то есть она сама в церковь не ходила, то есть ее вот этот сын, молодой парень ходил в церковь на домашнюю группу. И он, она увидела этого ребенка, которое заходило в лес. Настя уже в лес заходила, она уже шла в лес. И она ее увидела, смотрит, сам идет ребенок, ну, не сельский, потому что сельский, все детей знают, что за ребенок, подходят к ребенку. И я, говорит, она уже смотрю, говорит, как зовут маму? Асана, а папу Лема. Она говорит, я смотрю, я вспомнила на фотографиях, которые приносил сын, это, говорит, дочка пастора. И она привела к нам, ну, привела там, где проходила домашняя группа, Настю. А Настя улыбается, знаете, а она, ей что, она, ей три года, она вообще не понимала, не осознавала, в какой она ужасной опасности находилась. И вы знаете, когда я, когда я был на этой конференции, Бог, Он просто, ну, просто, я не знаю как, изменил мою жизнь. Как бы, ну, после покаяния я был измененный, потом, после женитьбы я был измененный. Но Он по-новой изменил мою жизнь и отношение к неспасенным людям. Потерянные не знают, что они потерянные. Моя Настенька, она не осознавала, что она потерянная. И если бы ее не искали, она бы погибла. Эти надроды, о которых я слышал, эти дунгани, шунгани, они потеряны окончательно. Знаете, что такое потеряны окончательно? Если их не найдут, они сами никогда к Богу не придут. Если бы мою Настю не нашли, она бы дорогу туда никогда бы не нашла назад. Никогда бы она не нашла. Вот это притчи, о которой есть три притчи, таких называют центральные притчи Евангелия, в Евангелии от Луки, 15 глава, о блудном сыне, о потерянной овечке и о потерянной Драхме. Вы знаете, эти притчи о потерянности. Да, они о любящем отце, о принятии, но они также и о потерянности. Смысл заключается в том, что только блудный сын мог вернуться, потому что он знал, где дом отца. А как могла эта овечка вернуться? Или как это могла монетка? Если бы эту монетку женщина не мела, тщательно разыскивая, она бы вместе с мусором была бы выкинута за двор. Если бы пастор не пошел и тщательно не выискивал овечку, эта овечка была бы потеряна, она бы сама никогда не спаслась. Никогда бы. Она была потеряна. Вы знаете, есть потерянные окончательно, то есть которые сами не смогут найтись. Не могут они найтись. Они не могут. Это блудный сын знал, что в доме отца хорошо. А эти дунгани и шунгани, которые живут на Памире, они никогда о Боге не слышали. Они его никогда не видели. И подумайте только, братья и сестры, за две тысячи лет христианства им никто никогда не говорил, никто никогда не служил. Их никто никогда не искал. Просто не искал. Почему? Я думаю, ну почему? Ну да, можно найти кучу тысяч оправданий. Там тяжело. Сто процентов. Туда подняться только, подняться на этот Памир. Мы когда первый раз поехали, это пять тысяч метров на уровне моря, у меня сердце выскакивало. Дышать невозможно. Пятьдесят процентов кислорода. Да, там очень тяжело жить, ходить. Там все тяжело. Там ничего не растет. Единственная еда, которая у них, это яки эти, как мамонты маленькие, и трава трескен. Они эту траву собирают. Вся их жизнь заключается в том, что утром они вывели этих яков, этих яков пасут, а в это время, пока они пасутся яки, они ломами выдалбливают этот трескен. Это такой вид полыни с таким длинным корнем. И этот трескен они сушат, и вместе с какашками на этом они потом делают лепешки, и отапливают свои дома. Там нет ничего, никакого производства, заводов, ну вообще ничего, только вот эти трескен, какашки и эти яки. Все. Никогда им никто не говорил о том, что их любит Бог. Страшная нищета, страшное запущенное, средневековье. И вот я думал тогда на этой конференции, Господи Боже, если бы когда-то ко мне не приехали братья с Германии на тридцатке, наша Украина была такой несчастной, это в то время, 20-ти лет назад, наши верующие, которые были, они такие были запуганные, зашуганные, этими коммунистами, они боялись. И слава Богу за вас, дорогая церковь, что вы приезжали и нашли нас, таких как я, как Назарчик, который свидетельствовал, нашли. Если бы вы не искали, если бы вы туда не ехали, не оставляли, кто его знает, где бы я сегодня тоже был. Потерянные не знают, что они потерянные. Я не знал о Божьей любви, если бы мне не рассказали. И вот я думал, Господь, позволь мне, позволь мне, ну как, что я могу сделать? Я поехал на тот помир, Бог дал мне возможность, я поехал первый раз, потом второй раз. И вот сейчас, это очень долгий рассказ, о том, что мы там начали делать, как мы служим этим людям. Вы знаете, это не просто, это не так, чтобы прийти, рассказать там, «Здравствуйте, типа, Бог любит вас, вот Иисус любит вас». Слово Иисус – это город Таджикистан, там за проповедь Евангелия, за прямую проповедь Евангелия, за раздачу библейской литературы – тюрьма. То есть там это все серьезно. Поэтому уже много лет, которые мы туда продолжаем ездить, мы служим любовью. То есть мы посещаем школы, мы посещаем интернаты, мы посещаем бедные семьи и несем им любовь через что? То, что у нас на Украине кажется… Ой, даже сравнить с Германией я не хочу. То есть они живут, вот если так бы сравнить примерно, вот самая на Украине, например, там самая бедная семья, то она, наверное, как самая богатая в Германии. То есть они настолько нищие, вот у меня есть чем сравнить, и как в Германии я был, и Финляндии был, и на Украине, и как у них, то ихний уровень жизни, даже по сравнению с нами, это просто, братья мои и сестры, даже не с чем сравнивать. Мы когда приносили им, короче, литровую бутылку масла и пять килограмм муки, они готовы нам были руки целовать, потому что для них это, они почти полмесяца прожить могут за это. Вот такая вот нищета страшная. Но не это страшно, страшно то, что они никогда, они умирают, не зная Божьей любви. Потому что некому туда поехать. Потому что тяжело, потому что далеко, потому что перевалы на восемь месяцев закрываются, то есть вот в октябре месяц, сейчас у них пошел, у них зима длится почти восемь месяцев. Вот сейчас снег пошел, перевалы все засыпало, и только лишь в апреле, в мае месяце можно к ним снова добраться. Все это время, и в прошлом году была такая страшная зима, 40% скота у них там погибло, а вместе с ними погиб скот, и дети умирают. Поэтому страшная смертность среди детей. Но вы знаете, особенно, вот почему русский вечер, господи, спасибо за русский вечер. Вы знаете, что особенно? Они все знают русский язык, потому что в свое время в Советском Союзе те станции, которые, например, там войскные части, которые стояли, метеостанции, которые есть, и возможность получить образование, все было на русском языке. И поэтому парадокс еще и в том, что мы, которые можем говорить по-русски, они нас там принимают. То есть нас принимают, нас понимают, и поэтому мы можем на доступном языке им передавать Божью любовь. И вы знаете, за эти годы сегодня у нас есть огромный результат. Во-первых, в каждом селе нас ждут. То есть они ждут, что мы можем туда приехать. Они знают, многие знают, что мы христиане. Та религия, которую они исповедуют, это такой исламизм называется. Это разновидность ислама. У них нет мечети, они собираются по домам. У них есть вошь, их духовный, Агахан IV, он живет в Европе. Ну, такой своего рода, такой, как бы, если так можно сказать, очень похоже, как, например, в христианстве православие с язычеством, такое смешанное, такая вот разновидность этого ислама. Вы знаете, они нас принимают. С двумя из них мы уже молились, они впустили. Послушайте, что, как важно это понять. Это не просто, сколько людей после этого покаялось. То, что они впустили нас в свой дом, эти люди, и они согласились, чтобы о них молились, молились, и мы им рассказали о Всевышнем Боге, мы не говорим о Иисусе, а Иису Машиах. То есть, они так не знают, потому что они, ну, вот так воспринимают. Они позволили, чтобы за них молились. И два человека ждут нас уже. Мы вместе с ними молились, они нас пустили. Это люди мира, мы их так называем, люди мира, которые открыли свой дом, чтобы в их доме было проповедано Евангелие. Друзья мои, это милость Божия. И я благодарю Бога за то, что я могу быть участником этого дела. Я благодарю Бога, то, что я Сын Божий, и то, что во мне Дух Божий, и то, что во мне те же чувствования, что во Иисусе Христе. Я хочу это место прочитать. Филиппийцам написано 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А какие были у Него чувствования? Он шел к тем, кому тяжело. Он шел к тем, кто особенно в Нем нуждались. Не шел к тем, которые уже все знали. Благословенная земля Германия тем, что у вас сегодня много потерянных. Да, у вас много потерянных людей для Господа. Но вы знаете, есть разные степени потерянности. Даже самый-самый конченый грешник и потерянный человек в Германии сегодня утром, проснувшись, может открыть глаза, взять газету или включить телевизор. А у них, кстати, даже электричества там нет. Поэтому и телевизоров нет. Он откроет газету и выберет. Так, в какую церковь пойти покаяться? Католическая, лютеранская, церковь Божья, баптисты, пятидесятники выйдет на улицу и через вас, вот через квартал церковь. А там даже если бы человек захотел покаяться, представляете, вот он утром проснулся и он захотел покаяться, а он так вышел на улицу тысяча километров, чтобы вы имели в виду, это буквально я говорю, тысяча километров туда нет не то, что ни одной церкви, даже верующего одного нет. Просто ни одного верующего человека нет. Повернулся туда и туда полторы тысячи километров в сторону афганской границы ни одного верующего нет. Туда повернулся И туда 700 километров до китайской границы ни одного верующего нет Нет Евангелия на моем языке Не то, что Библии переведены Даже одного Евангелия нет на языке Рушан, который был переведен Поэтому есть разные степени потерянности Если здесь среди вас есть потерянные ваши родные и близкие Это здорово, что вы молитесь о потерянности И слава Богу, чтобы спаслись ваши близкие и родные Но подумайте о том, что есть те, которые потеряны окончательно И если церковь сегодня туда не пойдет То они будут потеряны в вечности И это правда А я благодарен Богу, что у меня сегодня такая честь и привилегия Что я могу служить этим людям Поэтому я сегодня приехал разделить с вами свою радость А я счастливый человек, что я служу народом Знаете, может это звучит даже как-то гордо, честно А я счастливый, Господи Когда я буду там стоять А я верю, не сомневаюсь, что я буду стоять там у великого престола И там будут народы Слушайте, понятно, что жена моя там будет спасенная Дети, дай Бог Но там еще будут целые народы стоять И как Библия говорит в окровениях 21 глава А спасенные народы будут ходить во свете его И цари земные принесут в него славу и честь свою Спасенные народы Я имею сегодня такую честь служить народам Я в своей церковь говорю, послушайте, дорогие мои Может быть мы не самая большая церковь на этой земле Не самые богатые, точно уж Не самые известные Среди нас нет особо образованных богословов Среди нас нет Но послушайте, мы имеем привилегию служить Потерянному народу, который еще никогда Евангелие не слышал И наша с вами церковь, представляете Она служит этому народу Мы молимся за этот народ Мы проповедуем им Мы жертвуем для того, чтобы к ним туда добраться Потому что это стоит чего-то Пусть Бог благословит вас И сегодня мое свидетельство Пусть будет для кого-то благословением Послушай, в твоем сердце должны быть Не только спасенный муж и жена Бог ожидает большего Потому что Он великий Бог И перед Его очами твоя жизнь И Он знает, на что ты способен Да благословит вас Господь! Аминь! Рома как-то может каждый раз Во всех стороне меня так влиять, что я плачу Так и я же плачу тоже Вместе с тобой И это правда Помолись, Ромочка, потом еще будет Господь наш и Бог наш Мы благодарны Тебе, что мы Твои дети А если мы Твои дети То у нас должны быть те же чувствования Которые во Иисусе Христе И моя молитва сегодня о том Чтобы каждый прочувствовал Твою отцовскую боль Боль за неспасенных людей Если бы мне кто-то сказал Рома, успокойся, у тебя еще одна дочка Дома осталась Когда моя Настя потерялась А твоя Оксана может еще родить детей Не переживай сильно о потерянной Я бы, мое сердце не успокоилось Оно бы разорвалось Я знаю, Отец, что Твоё сердце Также разрывается Об этих погибающих людях И народах Господи, если мы дети Твои Дай нам такую же боль Дай нам такое же сострадание Понимание, что они погибают Они потеряны И окончательно потеряны И сами они никогда не выйдут Из этого состояния И сами они никогда не найдут Путь домой Если кто-то им этот путь не укажет Благослови эту церковь Благослови этих людей прекрасных Спасибо за их жертвенные сердца За то, что они открыты для Тебя А если кто-то еще, Господи, не пережил Я молюсь, чтобы они это сегодня пережили Я их благословляю Твоим святым именем Во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!